В Ямальской школе члены молодежного парламента при ЗАГС собрании округа и заместитель председателя районной думы провели парламентский урок на тему закон для одного из девятых классов. Старшеклассники с удовольствием послушали гостей, которые в доступной форме рассказали о законодательной системе региона и России. Полезны ли такие уроки и почему важно рассказывать детям о законах? Смотрите в сюжете. Основным законом в Российской Федерации на что является? Конституция Российской Федерации. Что она определяет? Что там написано? Что должен стать правой? Как гражданин Российской Федерации? Очень много законов, очень много правил. Но самое главное, что вы должны запомнить, ребята, что эти законы нужно знать. И самое главное определение – это незнание закона не освобождает от ответственности за его нарушение. Закрепить знания учащихся о законе, рассказать о том, где и как они принимаются – вот главная задача представителей молодежного парламента при ЗАГС собрании Ямало-Ненецкого автономного округа. На парламентском уроке девятиклассники узнали, кто обладает правом законодательной инициативы на Ямале, как называется орган представительной власти Ямальского района. Я считаю, это полезно было, так как мне было стыдно, когда у меня спрашивали, кто председатель законодательной думы Янау. Я такая просто не понимаю. Знаю на лицо, но не знаю, как зовут. И с этого урока я взяла, так скажем, для себя узнала многое. И в будущем мне это понадобится. Я для себя узнала то, что законы могут распределяться по территории, а именно на Российскую Федерацию, на районы. И то, что у нас есть своя дума, оказывается. И то, что у нас, оказывается, есть свои законы в Янау, и то, что районная дума вообще тоже принимает законы. И как бы было интересно. Задача общества – добиться такого положения, чтобы правомерное поведение стало внутренней потребностью как можно большего числа людей, говорят организаторы парламентского урока. Чтобы нормы права соблюдались добровольно, сознательно, в силу укоренившейся потребности соблюдать общий порядок и уважать права других лиц. Антонина Сирас, Хвалев Кельчин, Ямальское телевидение, Ярселе.